Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сегодня я хочу вам сообщить при приятнейшее известие, которое, возможно, будет многим действительно интересно. Я долгое время не работал, толком не работал, потому как, ну, первое, что мне башкой приложили об асфальт, вот этот вот, рыжий. Как тебя назвать? Иди сюда. Вот этот рыжий живот. Меня приложил об асфальт. Но я нисколько на него не обижаюсь. Мы по-прежнему друзья. Мой любимчик. Ну всё-всё-всё-всё-всё. Потом я уехал в Бонн, потом я приехал... Да, быстрее разбудил его активность. Потом я уехал в Бонн, потом я приехал в Бонн и всё. Вы знаете, не было у меня какого-то мотивации, какого-то, как бы, всё казалось старым уже, избитым, всё, я уже знаю это, и как бы... Я люблю делать что-то новое всё время, да, интересное для меня, попробовать что-то новое. И ничего в голову не приходило. Вот. Из-за этого я тут целыми днями валялся. Но потом мне на глаза попалось творчество вот этих двух художников. Одного я давно знал, а другого... Вот другим я и толкнул к этому. Должен признаться, что я обожаю сюрреалистические работы Ясика Йорки. Это польский художник. Я обожаю просто его работы. Посмотрите на них. Это сюрреализм вам какого класса, какого уровня шикарного. И глядя на его работы, которые так и просятся в объёмную картину, я решил что-то подобное сотворить. Причём в очень большом формате. Кому интересно, наберите Ясик Йорка, посмотрите. Есть ещё один очень хороший тоже художник. Мне нравится его стиль. Сейчас покажу. По-моему, зовут его Александр Янсен, по-моему. Янсен, Александр Янсен. Вот они обалденные его работы тоже, посмотрите. Ясно, что это хвост масла, да? Но, как я уже сказал по Йорке, они прямо, некоторые из них настолько завораживают своей сюрреалистичностью, да? И близко мне по духу, потому как для меня сюрреализм – это сказка для взрослых. А я люблю сказки. Поэтому захотелось что-то на основе этих двух художников сначала не создать своё, а хотя бы попробовать повторить, вот, к примеру, да, такую вот работу. Взять и повторить, не всегда получается, да, какую-то из них, допустим, выбрать на первых порах. А потом уже можно самому творить. Сначала опробовать технику, вот, посмотрите. Представьте себе, что вот у вас такая картина объёмная висит в интерьере. Причём всё объёмное – и кирпичики, и черепица, да? И сзади этот фон шикарный, вот. Ещё можно, конечно, и подсветку делать для окошек, только для окошек. Ну, боюсь, как бы это не выглядело немножечко китча. Сейчас китайцы или кто там продаёт картинки с подсветкой, мне сестра показывала, очень я гордилась. Я ничего не сказал, конечно. Для меня это китча. Но, тем не менее, вот эти работы позволяют не только в той технике работать, в которой я работал с созданием различных симпанковских моделей. Вы видите, вот, допустим, вот такую можно тоже вполне себе сделать. Ну-ка, разведется, нет, не разведется. То есть здесь вот куча домиков различных, да? Какие-то надписи, фигурки, которые можно делать из полимерной глины, раскрашивать и так далее. То есть здесь масса возможностей. И, в принципе, такие картины, на мой взгляд, объединяют все мои умения, какие у меня только есть, или которых у меня нет, и которые я хочу приобрести при создании вот таких работ. То есть, как вы поняли, я собираюсь создать вот такое большое полотно, монументальное такое полотно и посмотреть, что из этого выйдет. Хватит ли моих всех навыков, чтобы создать уже из всех моих умений, собрать в одно, это и стимпанк, это и полимерная глина, это акриловые фоны, допустим, да? Это моделинг зданий, крыш там и так далее, их роспись. Собака! Пойди! Пойди! Итак, если кто не видел или не помнит, вот мои модельки, которые я делал. Вот там еще и так, и так, и сяк. Потом посмотрим сейчас на стимпанковские мои разработки. Так. 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 Там, два, три составляющие. Так. Так. sånt Absolutely. Comme я купил сегодня... Вот! Очень большой холст, 75, Прикупил еще кучу красок, потому что потребуется много. Не надо это облизывать. Уйди, я показываю. Проект, уйди. Ну и в интернете заказал полимерную глину черного цвета. Вроде бы как подготовился. Я прикинул, что мне может понадобиться для такого монументального полотна. То есть я докупил краски в магазинчике. Прикупил еще один пистолет и патроны к нему. Потому как эти пистолеты, они дешевые, они очень быстро выходят из строя и дорогие тоже кстати. Поэтому я остановился на дешевом варианте. Проще его потом сдать и получить новый. Потом что мне потребуется? Ну естественно мне потребуется паста рельефная, допустим. Картон. Картон и вот такие сучки деревья. Они у меня кстати есть. Я не поленился и захватил их с собой из того леса, где их собирал. И короче говоря, с сегодняшнего дня мы с вами начинаем. Почему мы? Да потому что ребята, если вы будете следить за этим, а проект очень долгий будет. Очень долгий. Я предполагаю минимум две недели. Минимум. И каждый день я буду выкладывать видео. Я видел подобные штуки. Они длятся один час и все это быстренько, быстренько. Но вы знаете, я так не умею. Я должен все через себя пропустить и вам подробно рассказать и показать как, что делается. И может быть кто-то из вас решится на что-то подобное. Я знаю из опыта, чем больше вещь, тем она лучше продается допустим. То есть каждый хочет себе что-то такое большое, красивое, над диваном или еще что-нибудь. И возможно это и будет толчком к продаже ваших изделий. То есть не мелочиться на маленькие такие, а сразу создать огромное полотно. У меня еще есть такие мысли светодиодики туда поставить. Но это я посмотрю потом в процессе. Главное, чтобы мне и вам хватило терпения довести начатое до конца. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующего видео. И мы завтра же уже и начнем. Пока. Под старину тоже. И, короче говоря, с сегодняшнего дня мы с вами начинаем. Почему мы? Да потому что, ребята, если вы будете следить за этим, а проект очень долгий будет. Очень долгий. Я предполагаю минимум две недели. Минимум. И каждый день я буду выкладывать видео. Я видел подобные штуки. Они длятся один час. И все это быстренько, быстренько. Но, вы знаете, я так не умею. Я должен все через себя пропустить. И вам подробно рассказать и показать, как, что делается. И, может быть, кто-то из вас решится на что-то подобное. Я знаю из опыта, чем больше вещь, тем она лучше продается, допустим. То есть каждый хочет себе что-то такое большое, красивое, над диваном или еще что-нибудь. И, возможно, это и будет толчком продажи ваших изделий. То есть не мелочиться на маленькие такие, а сразу создать огромное полотно. Но у меня еще есть такие мысли светодиодики туда поставить. Но это я посмотрю потом в процессе. Главное, чтобы мне и вам хватило терпения довести начатое до конца. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До следующего видео. И мы завтра же уже и начнем. Пока.